С вами Николай Пемленко в проекте Дата. Сегодня 21 апреля. В России свой профессиональный праздник отмечают финансовые гении любых организаций. Главные бухгалтеры. Итак, сегодня день главбуха. Он был учрежден несколько лет тому назад редакцией специализированного журнала главбух. Понятное дело, что бухгалтер для каждого работающего человека – персонаж знаковый. Ну а для начальника – надежда и опора. Мало ли что. Сегодня Всемирный день творчества и инновационной деятельности. День, когда есть повод, чтобы укрепить наш собственный потенциал для создания новых идей, решений, действий и новых результатов. День рождения Елизаветы II. Любопытно, что королева традиционно отмечает два дня рождения. Фактически приходится как раз на 21 апреля и проходит без особых торжеств. По-семейному. Официальный же день рождения монарха празднуется в первую, вторую и реже третью субботу июня. Обусловлено это тем, что в это время года в Великобритании устанавливается теплая и солнечная погода. Ну а теперь о родившихся 21 апреля 1729 год. Еще одна королева, правда, российская императрица Екатерина II, рождается в этот день. С 1762 года она будет руководить немка по происхождению. При рождении Екатерина II звалась Софией Августой Фредерикой. Да, вот такое вот длинное имя. И фамилия еще. Ангольд Церпцкая. Современники утверждали, что императрица никогда не повышала голоса и не бронилась. Впрочем, все равно все придворные, да и слуги тоже боялись ее случайно прогневать. За маской равнодушной вежливости скрывался, говорят, непростой характер. 1735 год. День рождения Ивана Кулибина, механика, самоучки. Изобрел множество различных, как иногда называют, развлекательных механизмов. Например, придумал зеркальный фонарь, прототип будущего прожектора. Быстрый разумом по определению Ломоносова. 1870 год. Рождается Александр Бенуа, художник Серебряного века. Он прославляет красоту и величие архитектуры 18 века. Природа интересует его главным образом в связи с историей. Еще с 1918 года он занимается музейным делом, заведует картиной галереи Эрмитажа, иллюстрирует произведения Пушкина, а также принимает участие в оформлении знаменитых русских сезонов Дягилева в Париже. Ну а потом и вовсе переселился во французскую столицу, где и скончался. 1922 год. День рождения Станислава Ростоцкого, советского кинорежиссера, народного артиста СССР, известного по фильмам «Доживем до понедельника», «Азорь здесь тихий», «Белый бим», «Черное ухо». 1947 год. День рождения Иги Поппа, американского певца, гитариста, пианиста и композитора. Очень интересной личности. Год 1968. В этот мир приходит Татьяна Устинова, российская писательница, автор детективных романов. Ну а теперь о некоторых событиях 21 апреля 753 год. До нашей эры царем Рамулом основан Рим. Со времен римского ученого Марка Теренса ворона эту дату принято считать днем основания Рима. В мифологии же сегодняшний день к тому же праздник Палеса, божества пастухов, покровителя коз и овец. И поэтому преданию в этот день опять же был основан Рим. 1941 год. Вручение в Кремле сталинских премий. Один из награжденных, академик Алексей Бах, говорит буквально следующее. Товарищ Сталин дал прекрасное определение того, чем должна быть социалистическая наука. Она должна быть передовой наукой. 1945. Войска 47-й армии, 3-й ударной армии, 9-й гвардейский танковый и 1-й механизированный корпуса 2-й гвардейской танковой армии, перерезают берлинскую окружную автостраду и врываются на северную окраину Берлина. 1951 год. Создается Национальный Олимпийский комитет СССР. Первый такой орган в нашей стране появился еще в далеком 1911 году. Спортсмены дореволюционной России принимали участие в Олимпийских играх 1908-1912 годов, завоевав при этом одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Однако в 1917 году Олимпийский комитет на некоторое время прекращает свою работу. И уже во времена СССР советские спортсмены состояли во многих международных спортивных федерациях и 23 апреля 1951 года все-таки основали Олимпийский комитет СССР, который положил начало олимпийскому движению в нашей стране. 1960 год. Новый город Бразилия объявлен столицей Бразилии вместо Рио-де-Жанейро. Город был возведен всего за четыре года по проекту Аскара Немейра. 1972 год. Осуществляет посадку на Луну около кратера Декарт американский космический корабль Аполлон-16. Его пилотируют космонавты Янг, Дюк и Матингли. 1989 год. Свыше 100 тысяч китайских студентов собираются на площади Тянь-Аньмэнь. Противостояние длится с 15 апреля по начало июня. По версии властей Китая во время событий погибают не более 200 протестующих. По мнению международных организаций, жертв 7 тысяч. И последнее. Год 1908. Американец Фредерик Кук первым достигает Северного полюса. О чем и объявят по возвращении домой. Правда, почти полтора года спустя. Столь долгим путь назад сделают голод, холод и болезни. И тут подоспеет телеграмма другого американца Роберта Перри. Цитата. Звезды и полосы вбиты в полюс 6 апреля 1909 года. То есть на год позже Кука. Но Перри не может смириться с ролью второго. Грандиозный скандал, инициированный им, обернется для Кука шестью годами тюрьмы. Он даже не будет защищаться. А Перри станет контр-адмиралом и войдет в историю как покоритель самой северной точки планеты. Спор о том, кому принадлежит честь открытия, не решен и поныне. Хотя изучивший вопрос американец Теон Райт заявил в своей книге большой гвоздь. Перри не был на полюсе. Его сообщение – сплошная мистификация. Так был или не был? Наверное, мы узнаем нескоро. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.